В данном участке ранее была выполнена замена, это плановая работа, замена трубопровода потопления на живой дом Лобановского 9. Заодно было сразу же и в канал тепловой сети проложена циркуляционная труба горячей воды, которая позволила горячей воде циркулировать и с достаточным качеством, уже не остывая, доходить до самого дома. Данные работы были выполнены, после чего в июле месяце было выполнено асфальтирование силами КПД. Насколько сложны эти работы технологические? Технологические? Да, в принципе, это обыденная работа в концернной архитектуре, связанная с демонтажом, монтажом трубопроводов. То есть, средняя по сложности и по квалификации наших сотрудников. По поводу, расскажите, эту технологию, то есть, какие-то участки вы заканчиваете, какие-то участки ЛАД, как это проходит, эта схема? Ну, в основном, конечно, как специалисты асфальтирование выполняют КПУЛАД, ответственные участки дорог, под большие участки тротуаров и дорог, конечно, это делает КПУЛАД. Мы можем выполнить небольшие неответственные участки, например, в тротуарах, когда подготовительные работы можем выполнить, чтобы ускорить данные работы. Ну, а, конечно, как специализированная организация, основные объемы асфальтирования выполняют. Но это все на контроле у вас, да, у вас графики на работе? Конечно, конечно. Это у нас есть перечень этих объектов, которые необходимо асфальтировать после выполнения ремонтных работ. Например, в этом году это было выполнено, вот, задача была поставлена до 19-го числа и было заасфальтировано 7,5 тысяч квадратных метров. Это по всем участкам, где были выполнены ремонты тепловых сетей. Вот, были составлены графики, согласованы данные графики с коммунальным предприятием ОЛУАД. И потом уже заключены договора на все данные участки, и ОЛУАД выполнил данный вид ремонта. И сколько такие работы нужны в контексте подготовки к отопительному сезону? Работы по асфальтированию или работы по замене? Это необходимо для бесперебойной подачи теплоснабжения, горячей воды, необходимо нормальное и хорошее состояние трубопровода, без которого бесперебойное прохождение отопительного сезона было бы по пропорции. Поэтому те же проведения гидравлических испытаний, при планной эксплуатации, где выявляются аварийные участки трубопроводов, они сразу же подлежат замене, и этим обеспечивается и нормальное бесперебойное прохождение отопительного сезона. Продолжение следует...